В 2011 году, осенью, бабулю забрали, ей уже 85 лет, они ее забирают отсюда и поселяют сюда эту девочку, ее снохитой бабули, дочь, родственники. Да, родственники, она ее поселяет, они жили там в общежитии, их там выгнали за это большое количество людей, на Гайдар жили, она сама мне сказала, что они сказали, у нас нигде нет, да не в этом дело, потому что они законы такие устанавливали, которые куча мала, понимаете, днем и ночью хождение по мукам. Сейчас они вместе живут вот с этой женщиной. Да, прописано, тут маленькая девочка, она ему родила девочку, ей вот 5 лет, а сам этот таджик, на него просто как временное проживание местное. Женщина сама русская. Женщина русская, но у нее проблемы со здоровьем, Макалыч, конечно, мне ее жалко, я даже об этом, я сколько раз ее дала, я дважды из нее заступалась. Он когда произошло, она со мной заговорила, и он подсказал, подой-ка, подой-ка сюда, ты почему с ней расскажешь. Ну, она чисто, в интерес, тетя Галя, у вас собака там это, давно уже все просто сказала, вот, они меня заставили собаку убрать, я не против, убрала, а свое мне здесь привязали. Они сказали, что вот, бери сарай, моя земля, ты не кто-то, ты не что, даже присадь, ну, никто не присосит, не пойдут, они все боятся, все боятся, понимаете, странная жизнь пошла, что никто не может сказать правду, и никто, такое ощущение, что я незащищенная. Я боюсь. Они себе скажут, чего тебе не хватает, отработаешь эти часы, и все, будет возможность, восстановим. То есть они хотели вас в детском саду, 35 лет отработать, с одним ребенком не справишься. В сарай они у вас хотели отобрать? Не сарай, они мне сказали, бери сарай, земля моя, а как можно, русский человек, жить без земли? Они просто вас начали в сарай. Да, он начал команду распределить, это твое, это мое, там песок, у меня маленькая кучка, он говорит, даю три дня тебе сроку, чтобы брала. Вот тут тоже убери, здесь я буду пристраивать это, тоже убери. А на квартиру он не претендовал? Просто пустили слух, не он, а кто-то через кого-то, сказали, что мне будет купить однокомнатную квартиру, чтобы я ушла. А как я могу в однокомнатную поместиться троем? Мне мать, 91-й год, куда? Как можно жить? Я ждала 25 лет, я прошла общежитие в квартире. Господи, Господи. А что ж мы родину защищали? Вот и мать, вы меня сейчас добьете, вы меня добьете. Успокойтесь. А эти без войны залезли к нам? Мать, мы не надо, мать. После 11-й, это бардак был какой-то, сколько тут не было русских поддевчонок, и сколько... И московские машины приезжали, и чего тут только не было. Это грустная даже история. Я милицию стала вызывать. Милиция приедет, оштрафует на 500 рублей, потом и инвестиционная служба. Их тоже возьмут, через час они опять приходят. Из ФСБ, у меня есть документы все, из ФСБ приезжали. Ну, они приехали в 9 часов утра. Я говорю, приезжайте в 1 часу, когда тут у них тут скопление большое. И они тоже, но ведите себя культурно. Мы вот взаимно как-то надо жить, находить общий язык. Потом начали вот они это, их дочери вставали. Потом они вот это, стали проблемы с этой землей. Я не знаю, два года мне эту землю никак не приватизируют. Потому что они заставляют, чтобы я вообще отсюда ушла. Понимаете? А куда мне идти? У меня нет денег, у меня нет средств. Средств у меня нету. Куда мне идти? Приехал их не главарь, это из Каменки. Вот у меня там все это написано, как его зовут. Иначе, ну, я не хотела писать, я не знаю. Я пошла, вперед, это скрипнику пошла, скрипнику, наша глава была. Заявление написала. У меня все документы, сейчас я покажу. Он даже не ответил ни привета. Потом пошла вперед, у нас была глава. А сколько мне металл нажил? Я нафотографировала этот фотоаппарат, у меня был фотоаппарат, а в телефоне. Все, что там на самом деле, они накидали, написали металл. Вот это, что я хочу, что делаю, надо будет и сто человек у меня. Буду жить, как мне это надо. И все пошло и пошло. Потом я написала письмо Груздева, потому что я в Едино-России, он мне на 8 марта все время поздравляет. Я сейчас вам покажу, я ребятам тебе надавала все это. Документы, мать, ну не надо, не надо, все. Ой, господи, на чем же... В общем, меня потом затаскали, меня затаскали. Ну зачем мне написали? Я не знаю, зачем, потому что он меня сам оскорблял, и чтоб я и подохла. И все равно, он такие вещи говорил, все. Не знаю. Ну, в общем, вот эта война идет за эту землю. Он говорит, ты все равно отсюда уйдешь, все равно ты жить не будешь, понимаете. Ну я же русская, я не могу уйти. Мне больше не на что надеяться, понимаете, не на что. Куда мне идти? Куда мне идти? И вот сейчас меня с работы сократили в июле, потому что я не имею права работать как педагог, и все. Но на работе у меня прекрасно, у меня почетные грамоты. Все в шоке, все за меня, и родители мне подписали. А поскольку я женщина, я родилась именно в Советском Союзе, в России живу, я считаю, что если мне нет мужчины, то я должна ответственна за все, за семью, за мать старого типа, за дочь, которые тоже приставали, если она молодая, 21 год, это не значит, кто деда дал право, я говорю. Как кто приставал? Ну это вот они, вот ваша девочка очень нравится. Ярманскому, им, им же тут, им же не один таджикам, там по 5, по 6, было, да, было. Нет, там они знаете, как живут? Они приходят на ночь, ночью, да, ночью. Да, не знаю, что они там, чего, как, ночуют. Где-то поработают, наверное, сюда. Совершенно верно. Совершенно. Их очень часто много раз. Я не против нации, я не против. Ну, научиться уважать, уважать, уважать. Я не твоя женщина. Ты научись просто, вот, элементарно, если они не умеют вот это захебо всех нас брать, то надо договариваться.